Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Филингауэра. Я рада приветствовать в этой студии политолога Глеба Павловского. Здравствуйте, Глеб Олегович. Здравствуйте. Что-то внезапно переполошились некоторые товарищи и говорят, что будут какие-то проблемы у российских граждан, которые захотят принять участие в выборах Госдумы на Украине, если они находятся. Будет четыре избирательных участка, в том числе в Одессе. И, например, Вячеслав Никонов или господин Лихачев из ЦИКа говорят, что вот безопасность, страшно, вообще как-то непонятно, как будут воспринимать. Что за странные такие выступления? Есть простой ход. Пусть едут все на Донбасс и голосуют там в, так сказать, безопасных условиях Уганской и Донецкой Народной Республики. Я думаю, что там избирательным участкам российским ничего не угрожает. Еще есть Приднестровье. Оно маленькое, но там, в принципе, в одном Приднестровье может проголосовать половина всего электората партии власти. Из Одессы, кстати, могут люди ехать в Приднестровье. Из Одессы, да. Из Одессы люди просто в Одессе обсуждают шансы Единой России по вечерам в кафе. Нет, ну а если серьезно, что Вячеслав Никонов и Василий Лихачев, они что, просто к себе внимание так привлекают? Или что? Или надо напомнить, что продолжаются проблемы с Украиной? Ну, это такая вялая попытка оживить, как бы, вялые, очень вялые выборы, но так, чтобы, не дай Бог, не задеть чужой электорат. Чтобы он не пришел по возможности как-то взбодрить наших, чтобы не задеть чужих. И поэтому все это имеет вид такой странной попытки. В общем, попытки уйдем, уйдем, уйдем. Нет, нет, нет. Молчи, уста. Я уйду от всех эротических образов. Поэтому, значит, поэтому это просто... А, можно вспомнить героический арест Янаева Никоновым. Он там был тоже понятым, он был при аресте, вот, когда уже все кончилось. И, ну, это вот типа что-то такое, что можно сделать под камеру. Картина горящего избирательного участка в Одессе. Так это больше про выборы или про Украину? Нет, это не про Украину совсем. Это Украина просто место, откуда течет, капает вот такое какое-то густое зло в нашу жизнь. И отражается на ценах инфляции, пресс-курантах. А вот поэтому все с Украины. Вообще все беды оттуда. Абсолютно все. Вот. Как с Киевской Руси, так и идет. А тут вот наш слушатель Юрий спрашивает. А вот эта мобилизация, которая, причем, со всех сторон наблюдается, она опасна? Или это, опять же, просто вот так вяло все как-то напоминают... Смотря какая мобилизация. Если это мобилизация, там, скажем, армейских частей, это мобилизация армейских частей. Мобилизация Сбербанка. Центробанка. Центробанка на действия в условиях войны. Носит, в общем, такой, как бы, бодрящий характер. Хотя мы понимаем, что будут, видимо, карточки. Кредитные. Кредитные карточки с отложенным кредитом на время после победы. Нечего показывать. Понимаете, вот мы пришли к моменту, когда надо какие-то строить совершенно фантастические картины. Потому что стерта была картина России совершенно из телевидения. А там остался только пылающий мир в огне, значит, грозящий нам Запад. А теперь надо как-то вернуться на время. На время хотя бы выборов. А картинки нет. Уже забыли журналисты, что это они, приезжая в любой город России, тут же ищут дзод, какое-то укрытие, склад вооружений и так далее. Иначе они не понимают, что, собственно, показывают. А как, подождите, разве нет достаточной картинки из регионов? Вот вам здесь хотите фермеры на тракторах едут, здесь вот трассу перекрывают. Ах, какие картинки! Может быть, не очень, правда, укладываются в предвыборную кампанию. А то это же как объяснить. Понимаете, фермеры едут, чтобы доложить президенту о том, как они счастливы, а им препятствуют враги. Враги препятствуют. С криками ты как челобитную царю подаешь. Вот, поэтому, знаете, картина наша приобрела такой, в общем, уже сюрреалистический характер. При том, что, в общем-то говоря, как бы, вот наш больной экономика, по меньшей мере, она ведь хужает. Хужает даже и ей, как бы, даже уже и допинга не дает. Но я рассчитываю, что она еще пролежит года до 18-го. Как-то. Вот. Ну, а в ожидании этого в Москве власти расставляют цветочные корзины, значит, чтобы нам было красиво. Да, а в провинции, где этого нет, надо искать, надо показать, по крайней мере, угрозу. Угрозу с Украиной. Понимаете, это вот такой уже дериватив третьей степени, значит. То есть, есть угроза выборам, но она находится на Украине и относится уже не к нам. И, значит, видимо, и выборы наши идут не здесь. Выборы, российские выборы проходят в основном на Украине. Это окончательный, так сказать, такой психоаналитический перенос уже полнейший. Посмотрим, как это сработает на самих выборах, потому что, мне кажется, что ребята играют в опасную игру. Да, а что же здесь опасно? Чем меньше людей на избирательных участках, тем лучше. Ну, это так считалось в Москве в тринадцатом году. Оказалось, что это не так, как мы помним на выборах мэра. Что, кажется, здесь, не знаю. Люди могут ведь просто поступить, ну, богоразумно. Они хотят все, во всех электоратах, где-то до трети, люди хотят, не хотят голосовать, уже сделав, как бы, выбор. Вот, мы за единую Россию. Голосовать пойдете? Нет, нет, ни в коем случае. Вот, чтобы как-то повернется. А если они проголосуют просто за малые партии? Ну, они все говорят, что хотят новизны. Что, как бы, устали от этой картины, единодушно голосующие, неизвестно за что думают. И, собственно говоря, если люди возьмут, они не станут голосовать за старые, знакомые, надоевшие парламентские партии, а проголосуют за новые и малые. Ну, про эти новые и малые поговорим через три минуты, потому что название-то может быть новое, а содержание есть там или нет, ответит Глеб Павловский. Буквально через три минуты оставайтесь с нами. Радиоэха Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Филенгавр. И в гостях у меня сегодня полетал Глеб Павловский. Здесь вот несколько вопросов от наших слушателей по поводу того, что люди, уставшие от «Единой России», могут проголосовать за малые партии. Но вот эти малые партии, партии по своей сути, это не, как вот тут сформулировала Анна, не те же яйца, только вид сбоку? Ну, видите ли, у них не будет времени дорасти до состояния, про размер не буду говорить, просто до состояния нынешних партий, которые просто настолько потеряли представление о своей идентичности, что они просто вместе не разлили вода, они стали неотличимы по позициям, по голосованию вообще. Значит, просто это у нас... Теперь это называется межпартийный консенсус. То есть, Дума голосует за все, что ей скажут, единогласно. Это была фракционная, значит, дисциплина. А теперь еще и консенсус. Поэтому я думаю, что вообще просто в принципе, поскольку граждане заинтересованы, чтобы власть взбодрить, не факт, что она после этого все равно сможет действовать, но такая слабая надежда есть. А взбодриться она может только, если что-то она почувствует, так сказать, что сидит на чем-то остром. Поэтому идеально, я думаю, было бы, чтобы Дума оказалась для нее неожиданной. Да, не той, которую они там год назад спланировали, расписали. А как это можно простейшим способом сделать? Пусть люди голосуют просто за любые партии, кроме думских. Но, разумеется, те, кто левее, будут голосовать за левые, те, кто правее, будут голосовать за правые и либеральные. Там у каждого где-то примерно по тройке. По тройке партий есть, значит, таких, за которые можно голосовать вместе. Слева есть там партия пенсионеров, справа есть, ну, наша тройка, партия Роста, Парнас и Явлинский. С партией пенсионеров сложно все. Ну, сложно, но они, ну, не правы они, точно, и не либеральные. Я имею в виду с допуском. Вот, ну, так у всех, слушайте, у кого сейчас просто, у кого сейчас просто, ну, даже, а, у такого открытия России просто вроде пока, ну, как их зарегистрировали. Семнадцать человек из девятнадцати. Вот, да, зарегистрировали, вот, что, видимо, хотят поиздеваться, я так думаю. Да. Ну, чтобы специально, значит, чтобы они все, все эти либералы проклятые, значит, получили свои 200%. Да, да, да. Вот, повторяю, это все не очевидно. Они все, все это не очевидно, потому что электорат возникает около избирательной урны. Его нет, на самом деле. Он, вот, кстати, в вопросах сейчас очень интересно там, что, как многие говорят, буду принимать решение в последнюю минуту. А вот сейчас, когда мы смотрим, как трассы перекрывают, или там марш какой-то идет, или еще что-то, вот это разве не возникновение электората? Понимаете, нет. В наших условиях эти вещи разделены. Протестные акции, маленькие, локальные, всегда, так сказать, они всегда имеют очень частный интерес. Люди не привыкли, остальные, к тому, что надо поддерживать, нужна солидарность. Поэтому они просто на это смотрят. Они на это смотрят, а активных мало. И это остается, каждая акция остается локальной. И потом она же отступает, да, вы доехали до блокпоста и отступили. Когда вас Росгвардия встретила. Вот, да. Когда, значит, это самое, когда перестанут отступать, тогда будет другая история. Тогда уже человеку приходится выбирать. Ну, погодите. А вот Росгвардия тебя встретила, а потом ты на 10 суток оказался под административным арестом. А потом ты вышел через 10 суток, дай бог тебе там дело никакое, не сшили по экстремизму. И ты уже разве не вышел электоратом какой-нибудь другой? Вы знаете, нет. Скорее, я думаю, у этих людей... Эти причинно-следственные... Слушайте, какая машина работает, чтобы эти причинно-следственные связи устранить. Вообще понимание, что они есть. Мы же видим, как эксперты в газетах обсуждают, насколько современные, так сказать, что связанным быть удобнее, просто безопаснее в нашем хаотическом мире. Люди хотят безопасности. И если тебя еще свяжут, да еще мягкими какими-то веревками, не наручниками, а ведь могут до наручников дойти, то тогда это тебе только лучше. И поэтому вот это вот гурманская такая наша экспертиза, гурманская социология. Я же говорю, социология смакующая. Разные оттенки связ... Как тебе? Хорошо? Стало ли тебе лучше в последние неделю? А хорошо ли, когда тебя не бьют? Сдешево просто дать. И у нас 100% говорят, да, хорошо. Но есть какое-то количество мазохистов, наверное. Ну, значит, хорошо. Вот видите, смотрите, 90% считают, что хорошо, что их не бьют. Поэтому это все вещи, рассчитанные на то, чтобы превратить мозги в манную кашу. Чтобы человек перестал связывать какие-то факты между собой. И это... здесь многое достигнуто. Но я думаю, что эти достижения как раз временные. А вот смотрите, то, что, например, в Москве прошла вот эта вторая волна сносов, ларьков. И когда первый раз московские власти все это сотворили, было ужасное возмущение, выступление против, люди боролись за свои эти, значит, павильончики и показывали документы. Сейчас все тихо, спокойно и как-то... Ну, во-первых, во-первых, в первой волне московские власти были искренни. Они действовали так с тем чувством, которое у них есть к этим варькам и к их хозяевам. Теперь они лицемернее. Они на самом деле до сноса предложили варианты большинству. Не всем, но большинству из них предложили варианты. И там, по-моему, они говорят, что приняло где-то 90% приняло эти варианты. Значит, уже другая ситуация. Вот. Я знаю там, что, конечно, я согласна, есть, мы же есть варьки, которые были мэрией же даны в качестве компенсации за предыдущий снос. То есть, человека снесли варек и удали. Я царь, я слово дам. Я обратно его взял. Вот. Ну, это такая у нас как бы наша мэрия, это снежная королева, и она совсем другая, чем центральная власть, я думаю. Степень ее ледяного безразличия к нам. Она, я думаю, даже выше. Думаю, выше. Кремль как-то более нервен. А мэрия... А вот это странно, потому что в Москве это электорат ого-го, люди поактивнее, опыт тринадцатого года помнят, все было это недавно. Странно, почему московская власть так холодная и безразлична к москвичам. Ну, до следующих выборов еще есть время, они рассчитывают, что за это время что-то, что-нибудь... А разве на ближайших выборах мы не можем свое высказать? Ну да, мы не мэрии. Ну, разве у нас, Сергей Семенович, соберник никаким образом в единой России не состоит? А вы знаете, это сейчас не так важно. Я думаю, что для президента сейчас более-менее безразлично, какая партия имеет сколько в доме. Ну, конечно, это будет важно для того, для перемещений, для того, кто будет отвечать за провал. Но, в принципе, как говорится, он любит все партии, он умеет их готовить. Они голосуют единогласно. Это очень удобно и это как раз возвращает к вопросу, что хоть даже и малые партии придут все равно. Там знают, как обращаться с этими малыми партиями. Они еще не дисциплинированы. Ну, да. Вот скажите, партия просто недисциплинированная. Думаю, нет. Нет. Думаю, что все, вот даже пенсионеры, которые их считали вообще спойлерами, оказались непопорными. Любопытно. Ну, недолго осталось до выборов ждать. Сейчас мы делаем несколько минут перерыв и потом немного поговорим про Владимира Путина. Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». И продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Филингаров. В гостях у меня сегодня политолог Глеб Павловский. Про Владимира Путина хотел с вами поговорить. Ну, во-первых, сегодня стало известно о том, что президент России не поедет на сентябрьскую сессию Генассамблеи ООН. Ну и ладно, да, нечего нам там делать на Генассамблеи ООН. Да, это не всегдашнее место поездок, потому что ехать имеет смысл с каким-то крупным заявлением, с какой-то инициативой. А так сейчас ООН это не самое веселое место. Там в первый день просто Обама и Аланта выступают. Ну да, но там на Россию ожидаемо накинуться. Сейчас ну просто по состоянию нашей изолированности в международных отношениях, которая отчасти как бы является нашей виной, думаю, большей частью, но никому это неприятно выслушивать. Пусть выслушивают другие. Это все понятно. И главное, там ничего не может быть решено с точки зрения Путина. То есть он не может же там выйти с какими-то российскими интересами, которые были бы тепло встречены другими членами Совета Безопасности. Ну а где ему что решать? Ну что, с Родоганом опять встречаться? И им вдвоем что-то решать? Ну, там будет на двадцатке с китайцами. Почему он с китайцами поговорит? Тоже, в общем, результат не самый впечатляющий, но по крайней мере там не будет упрек. Это факт. Понимаете, он ищет уже такие места, где можно отдохнуть душой. Бабалам. Да. Афон. Вот. Афон. Все-таки это строгое место такое. Не видно, что он туда как бы каждый месяц летал. Но выбирает. Он выбирает. Он выбирает места, где где можно меньше видеть неприятных ему людей. Слушайте, ну это в общем-то не так много мест уже на земном шаре-то осталось. Ну вот он эти места и будет посещать. Это понятное психологическое свойство желания построить между собой и миром какую-то такую звукоизолирующую прокладку комфортную. Не даром слово комфортное это его любимое слово. А когда он меняет вокруг себя людей, это тоже нежелание общаться с людьми, которые ему некомфортны? Отчасти усталость, конечно. Отчасти усталость от людей это совершенно явно. Он устает, устает в том числе от личных отношений. Старые личные отношения это же ужасная вещь. Ты уже чего-то не можешь говорить. Выработался уже какой-то ритуал у старых друзей. Труднее приказывать, чем когда просто перед тобой простой человек или нормальный бюрократ. Ведь Путин в каком-то смысле сам жертва своих небюрократических привычек. вместо того, чтобы сразу прийдя к власти построить нормальный аппарат управления как бы не персональный, не личный, не из придворных, который бы работал независимо от партийных взглядов, которые у них в душе есть, он же создал такую теплую среду для себя. А эта теплая среда со временем превратилась в источник проблем, что такое старые друзья. Хорошо понятно? Он когда избавляется по очереди от этих старых друзей. приходится, да, он приходится вынужденно приходится замещать их случайными часто людьми, да, где, ну, когда надо быстро решать критерии верности являются основными. А вот еще из такого, что лично меня удивило, в конце прошлой недели неожиданно Владимир Путин встречался с Рамзаном Кадыровым. Ну, что ж, тут такого? Рамзан Кадыров это крупный держатель крупного пакета. Время новости связанные так или иначе с Чеченской республикой и с Рамзаном Кадыровым, вот Владимир Путин всегда как-то дистанцировался от этих новостей, от комментариев встретился. Везде показали, все, пообещал приехать в республику. Ну, после того, как создал Национальную гвардию, заметьте, здесь есть определенная последовательность. В начале года Рамзан Кадыров демонстрировал или в конце того года значит, сказать, свои значит, полки и потрясал страну, грозил как бы кулаком обидчиком, Путин в общем молчал. Да, потом было такое маленькое замечание у него, что, ну, понимаете, там на Кавказе как-то иначе они разговаривают. Не забудьте, что еще в 90-е он воевал на другой стороне. Потом возникла Национальная гвардия, в которой теперь поглощает как бы вот эти отдельные силы. И теперь можно ехать к Адырову на что-нибудь, на Джигитовку. Какая-то потенциальная, не знаю, угроза нейтрализована. Понимаете, это не столько угроза, сколько дисбаланс. Для него сам дисбаланс является угрозой для Путина. и он не любит конфликтов. И дисбаланс это разновидность конфликта. Значит, ты должен выйти на публику и выяснить разногласия. А вот этого он категорически не любит. Значит, он восстанавливает баланс и тем самым можно дальше не говорить о реальных проблемах. А мы возвращаемся к тому, с чего мы начали. что мы находимся там, где находимся. То есть, в Ате. Мы же, страна не знает, что в ней реально происходит, что в ней реально опасно. И это все обнаружится однажды все вместе. Просто я не могу себе представить, что кто-то из нынешних политических деятелей может быть в конфликте с Владимиром Путиным даже путем создания дисбаланса. Даже таким образом. Нет. Вы зря так считаете, потому что вы не можете жить в коллективе, что в коллективе постоянно возникают дисбалансы. Политика это когда эти конфликты, разногласия вынесены наружу и как бы поглощают друг друга, обсуждаются, вырабатываются позиции. А тут все внутри, все там, в этой комнатенке. и там все время это проецируется в голову, под череп. Путин ведь рано или поздно уходит. Значит, кто держатель пакета как бы этого коллективной власти? Вот и Кадыров безусловно среди них. Но одно дело Кадыров со своей отдельной армией, другое дело Кадыров с силами, которые включены в общефедеральной. Это уже разные ситуации. То есть, это такое еще и задело на будущее? Конечно, конечно. Как не любит, опять-таки, Путин думать о будущем, но он о нем думает, конечно, и готовит в какой-то степени. Я думаю, поэтому эти выборы тоже, как ни странно, эти глухие, как бы подковерные в буквальном смысле слова, потому что даже подковером не видно, чтобы что-то шевелилось. Они важны, потому что это должно выйти наружу. Наши как-то проблемы, наши обсуждения хотя бы должны выйти наружу. А этого не произойдет, если дума останется прежней. Глеб Павловский в программе «Особое мнение». Кстати, о том, как уходит или не уходит президент, как меняется или не меняется власть. Последние сутки приковано внимание к Узбекистану, потому что впервые там что-то сказали про здоровье президента, 25 лет у власти Ислам Каримов. Вроде он с инсультом госпитализирован, даже в реанимации находится, уже официально об этом сказали, и дочь его Лола тоже об этом написала. для нас. Это ведь интересно тоже и важно, что там и как происходит. Событием является даже не сам инсульт, а то, что о нем официально сообщают в таких обществах. Инсульт является вариантом преемственности, основным, так сказать, вариантом. Это, конечно, очень плохо для государства в дальнейшем, потому что оно возникло при этом президенте. Это очень опасный момент. Для России это означает, что и предстоит вступить в большую, хотя и для начала мягкую игру с Китаем и Соединенными Штатами, которые в Центральной Азии перекрещиваются интересы, и ни одна из сторон не будет делать подарки другой. Узбекистан находится как бы потом ограждал Казахстан, что это, в общем, ядро всего региона, и там тоже, прямо скажем, значит, Назарбаев находится в каком-то смысле, так сказать, на выходе в последней фазе президентства, и судьба показывает, что часто эти вещи происходят буквально одна за другой быстро. И это очень опасно для нас. Не потому, что там у сменщика будут обязательно какие-то другие настроения, это маловероятно, все преемники будут в общем держать какой-то баланс. Вот, будет это нынешний премьер, или нынешний вице-премьер, у них есть, конечно, разногласия, но это, в принципе, не так важно, Азия. Баланс это в основе азиатской политики. Но мы вступаем в период, когда начнет рушиться вот эта евразийская опора нашей политики, на которую мы сделали ставку, между прочим, несколько лет назад, на евразийское направление. И мы увидим, что мы ничего не можем там спасти из этой концепции, из этой идеи. И евразийский проект уйдет вместе с президентами Каримовым и Назарбая. Спасибо большое. К сожалению, закончилось у нас время, не успела я спросить, не станут ли защищать внезапно права русскоязычного населения в Азбекистане, как знаете ли, у нас бывает. Права надо защищать. Спасибо большое. Павловский выступал сегодня в программе Особое мнение.